Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать две вкусные, сочные, желтые шаурмы. Вот такие вот. Приготовила я их сама, но лаваш приготовила мама. Посмотрите, как аппетитно. Ааа, разваливается. Вот так как разваливается, сразу понятно, кто это все смастерил. И здесь у нас кофе три в одном. Ну, снимаю еще сегодня с вами влог. Для вас, вернее, влог. Я вошла во вкус. Что-то мне прям, знаете, каждый день хочется что-то снимать. Я говорю, вот весной у меня прям прилив сил, вдохновения, просто вагон. Работы не хочу. Обалденно просто. Вчера делала ногти. Гиблое дело. Хотела сделать себе французский. На одной руке. Френч получился очень такой тоненький. На второй супер такой белоснежно-огромный. Мамино сердце чувствует, когда мама снимает видео. Твикс, будешь? О, будешь, конечно. Так. Продолжим, извиняюсь. В общем, я сделала маник. Выказала маме. Мама сказала, что пушка. Потом я пришла обратно в комнату. Поняла, что мне не нравится. Нужно переделывать. И, как вы думаете, все снесла. Просто так потраченное время. Полтора часа просто. На мой сладкий. Знаете, проблема моего котика? Ты ему, например, накладываешь полную миску. Он не ест ни в коем случае. Если ты принимаешь пищу и по чуть-чуть ему даешь, он так это все ест. Я один раз сидела, укушала рис. По-моему, рис это был. Но, в общем, не суть. Приходит Твикс. Я ему даю совсем чуть-чуть. Он ест и опять просит у меня. И еще. Потом я наложила ему в его миску. Он не ест. В общем, ногти это просто пустая трата времени вчера. Потом в конце мама мне такая говорит, да нормально было. Даже незаметно. Ты просто придираешься. А я тоже все. Убрала. Неудачный день. Обычно у меня так бывает, когда я куда-то тороплюсь. Хочу сделать быстренько. В результате этого в конце мне ничего не нравится. Нужно все переделывать. Большая такая сочная шаурма получилась. Лаваш такой нежный. Тает в ваш дом. В последнее время я зачистилась экспериментами. Вчера я пошла в банк. И мне просто было интересно, одобрят ли мне кредит. И как вы думаете, мне не одобрили? Вот в России круто. Всем дают кредит. У нас здесь столько критериев. У тебя должна быть государственная работа. Ты должен там работать более, не знаю, там трех лет. Мне объяснили, что ваша работа нестабильна. То есть завтра вас могут уволить. И поэтому мы вам не можем выделить такую большую сумму денег. Просто потому, что ваша работа не очень стабильная. Твикс. Твикс, ты мне мешаешь снимать видео. Ты нормально себя чувствуешь? Ой, мамино сердце. Ой, мамино сердце. Мамень пацан. Мамень пацан. Так, на чем я остановилась? В общем, мне не одобрили в кредите. Мне сказали, что ваша работа, она нестабильная. Вы не знаете, что будет завтра. Мы не можем вам выделить кредит. Если честно, мне как бы особо эти деньги не нужны были. Мне просто было интересно. Могу ли я получить кредит? Так как у меня есть ВОИН. По-русски говоря, это ИП. Я официально плачу налоги. Вместе официальный источник заработка. И такой вот большой вопрос. Почему мне не выделяют кредит? Мне как бы этот кредит не особо нужен. Точнее, вообще не нужен. Я просто хотела проверить. Дадут мне кредит или нет. Просто исходя из их критериев, получается, что 70% населения не получит кредит. Потому что сколько девушек, которые работают неофициально в салонах красоты. Кто-то там дома наращивает реснички. Я именно говорю про кредит через банк. При покупке квартиры вы не покупаете квартиру через банк, а непосредственно у застройщика. Покупаете квартиру как бы в отсрочку. Ну, в общем, суть заключается в том, что по идее и учителя могут уволить, и любого другого работника могут уволить. Если на то пошло. Просто по мне очень жесткие критерии. Я так думаю, возможно, я ошибаюсь. Может, много кто не платит кредиты. То есть они вынуждены. Принимать такие меры. Может, много людей кидают в банки. Но так или иначе, мне в кредите было отказано. Сказали, что вы не подходите нашим критериям. Хотя я зарплату получаю как раз-таки в том банке, в который я обратилась. И они видят все перечисления мне от компании Google и так далее. И при этом, при всем, я получила отказ. То есть как-то так. Насколько я знаю, там еще влияет кредитная история. У меня никогда нигде кредита не было. Ни в одном банке. Ни в одном предприятии. Возможно, банк тем самым облегчает себе жизнь. Я работала в магазине техники. У нас там были кредиторы. То есть, получается, они технику, кто хотел взять в рассрочку, оформляли в виде кредита. И вот. Я всегда думала, что это такая простая работа. Взял, дал кредит и все. Получил свои проценты. Но оказывалось, там столько неплатильщиков. Суммы небольшие. За такие суммы уголовные никакой ответственности нет. А причем ответственность несет как раз-таки тот человек, который дал кредит. Но если даже ты дал по всем условиям, если, например, периодически у тебя получается, что больше всего ты дал людям, которые не вернули, там такая зависимость. Я помню, у нас там был парень, он не проверил какую-то информацию. Оказывается, брат этого парня, который взял в кредит стиральную машину, он тоже в свое время взял телевизор и так и не отдал. А по идее кредитор обязательно должен это все перепроверить. Он не проверил эту информацию, потому что была большая очередь, еще что-то. Дал кредит. В результате этот человек не платил. и в конце зарплаты кредитора вычитывалось каждый месяц. Не помню, сколько. Около двух тысяч. Пока полностью стиральная машина не закроется. То есть получается, что он из-за своей одной ошибки просто платил за стиральную машину этого человека. это было не при мне. Просто мне рассказывали. Этот парень мне рассказывал. Он говорил, что самая такая геморройная работа это именно кредитор. И это не только в той организации, в которой работала я. это и в банках, везде говорят об этом. То есть малейшая твоя ошибка может привести к тому, что ты одобришь кредит человеку, который не будет платить, а в результате за его там стиралку. что там стиралка, а не машина и квартира. Будешь платить ты. так что иногда я просто сидела и смотрела на кредиторов и люди возмущались. Почему вы мне не одобряете кредит? Да я буду платить. Иногда такие конфликтные ситуации появлялись. люди не соглашались с тем, что им кредит не одобряется. Устраивали скандал. И они просто не хотели на минутку поставить себя на место кредитора. Вот даст он, например, кредит. Завтра ты за него не заплатишь. понятное дело, что у него тоже есть список критериев, по которым он должен действовать. И он не может делать все, что он хочет, просто поверив вашему слову. Если вы не подходите по критериям, он, к сожалению, вынужден отказать вам. Поэтому к таким моментам мне кажется, нужно относиться максимально спокойно, лояльно. Так как у меня острой такой необходимости именно в деньгах не было, я просто послушала девушку, поблагодарила, сказала спасибо и пошла дальше. Просто у меня есть кое-какой план. Я хочу пока что рассказывать, что возможно мне понадобятся деньги. Но этот кредит я могу закрыть в течение 3-4 месяцев. То есть возможно мне подвернется такой вариант, где мне понадобятся деньги. Ладно, буду говорить откровенно. Возможно например я найду какой-то вариант квартиры, который меня устраивает и где мне не будет хватать совсем чуток. лучше взять в кредит деньги, подумала я, но немного так, 1400, 500 и купить этот вариант, чем покупать его в ипотеку. В ипотеку там застрахуй себя, застрахуй квартиру, это застрахует комиссия, тыры-пыры, чтобы избежать вот этих всех застрахуй, застрахуй, но поняла, что этот вариант мне не прокатит. Сейчас наверное все спросят как же тебе не одобряют такой небольшой кредит, а квартиру в кредит ты взять можешь, потому что квартиру покупают, или точнее я покупаю у застройщика, не через банк, проще говоря, там условия очень простые, иногда я говорю-говорю что-то ввезем, а потом на процессе монтажа я думаю блин, я не так выразилась, сейчас меня неправильно поймут, вот ты ешь, рассуждаешь, что там, ты-то эту ситуацию знаешь и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны, а когда рассказываешь, ты некоторые моменты даже упускаешь, и люди думают, вот например, смотрят видео, я вас тоже понимаю, что как-то нелогично, она все говорит, да, а я что-то например не сказала, элементарно, когда я снимала видео с Kinder DeLiz, там было 10 штук, я покупала 10, но когда я их разложила, оказывается, один упал под стол, точнее под стул, и там все писали, Алька, там 9, там 9, я читаю все комментарии, но я не знаю, как всем сказать, ребят, один упал, то есть, вот и в разговоре, иногда даже я историю рассказываю, а потом думаю, блин, я не так рассказывала, там не совсем так было, или я, например, неправильно выразилась, хотела рассказать по-другому, нужно закрепить, со сладким кофе как-то не очень, если честно, и это сладкое, и то, в общем, я так сделала вывод, что, если человеку действительно нужны будут деньги, хрен ему, кто даст кредит, столько людей таксуют, имея тоже ИП, столько девушек в салонах работает, кто-то на дому что-то делает, не знаю, мастера, кто обои клеит, не знаю, кафель ставит, мастер по паркету, вот им понадобился кредит, что делать, мне лично, например, проще пойти взять кредит, нежели просить у родственников или еще у кого-то, не потому что мне стыдно, у меня такие плохие родственники, нет, просто у каждого человека есть свои проблемы, свои планы, возможно у них есть эти деньги, но они планируют что-то купить на эти деньги, никто никому в нынешнее время не обязан, то есть даже если у моего брата, например, есть деньги, это не значит, что я должна у него отобрать эти деньги, возможно это как-то грубо звучит, но я предпочитаю не давать в долг и не брать, я всегда рассчитываю на свой бюджет, не рассчитываю, что у кого-то я возьму и советую вам тоже делать так же, потому что в моей жизни был случай, когда я отдала в долг, а потом в конце оказалась очень плохой подругой, в общем на этом все, всех люблю, целую, спасибо, что досмотрели это видео до конца, всем пока!